Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Хм, чем бы сегодня девчонок завлечь? Придумала! А давайте что-нибудь смастерим. Например, подснежники. Арина Шурхай и Настя Шедловская уже ждут меня, поэтому давайте скорее пойдём к ним. Настя, что ты вчера делала? С гостями играла. А я мультики смотрела. Привет, девчонки! Привет, Арина! Привет! Как настроение? Хорошо! Девчонки, а как вы думаете, зачем я это всё принесла? Для поделки. А вот и правильно, действительно. Мы сегодня будем с вами мастерить. Сегодня первый день весны. А это значит, что мы сегодня будем мастерить подснежники. Подснежники. Да, видели когда-нибудь подснежники? Я нет. Я тоже нет. А ты собрала когда-то подснежники? А я вам сейчас расскажу. В прошлом году я гуляла по лесу, вдруг вижу подснежники. Подснежники. Тихонечко их собрала, а потом оказалось, что это ветреница. Цветочек, который очень похож на подснежник. Видели когда-нибудь? Нет. Нет. Я думаю, что вы видите. А когда появляются подснежники? Если они появляются, что это значит? Что весна наступила. Да, они появляются в конце зимы, в начале весны. То есть, когда они вырастают, это значит, что приход весны. Да? Да. Какая у вас любимая пара? Любите весну? Да. А почему? Арина, расскажи. Потому что весна не холодная, она теплая. Сразу же теплая? Да. То есть, март наступил, можно снимать все шарфики, все шапки. Да? Ну, не совсем. Да, очень опасное время заболеть, потому что все спешат скорее раздеться и сразу же болеют. Да? Да. А на самом деле весна это очень красивое время года, потому что все расцветают, зеленее, да? А у меня весной день рождения. Супер, у меня тоже. Девчонки, я предлагаю приступить к работе. Мы с вами начнем с ватных дисков. Знаете, что это такое? Для чего они нужны? Обычно мама очищает лицо от косметики. Вот, правильно, Арина. Так, смотрите. Мы берем ватные диски, ребята, а вы присоединяйтесь к нам. Попросите у мамы ватные диски. Я думаю, она вам разрешит. Смотрите, мы их разрезаем наполовину. Смотрите, девчонки, мы с вами разрезали ватный диск наполовину. Я сразу сложила два, чтобы ускорить работу нашу. Потом мы снова делаем надрез. Посмотрите, что получается. Это стонгель или не получится? А как вы думаете? Подснежник. Вы видели вообще когда-нибудь на картинке хотя бы? Ну да, подснежник. Как он выглядит? Он выглядит так красиво. Он выглядывает из-под снега. А ты, Настя, когда-нибудь видела, какие у него лепесточки? Они белые. Он похож на колокольчик, а колокольчик на подснежник. Вот, правильно. Его цветочки похожи на колокольчик. Но они смотрят чаще всего вниз, да? Смотрите, я поразрезала. У нас получились такие маленькие кусочки пиццы, да? Теперь наша задача взять карандаш и нарисовать вот такой лепесточек. То есть отрезать лишний треугольничек. Видишь? Вот это лишнее. Теперь мы это обрезаем. Тебе кусочек пиццы и тебе кусочек пиццы. Вырезаем ненужную часть. Вот так. Видите лепесточек? Да. Прятался, да? И вырезаем. Вырезаем. Девчонки, а в какой сказке мы могли встретить подснежники? 12 месяцев. 12 месяцев. Правильно. Читали когда-нибудь эту сказку? Я дам. Про что она расскажете? Там злая мачеха патчерицу послала за подснежниками. А где в лесу подснежники? А когда она ее послала? Весной? Нет, зимой. Правильно. Нашла патчерицу подснежники? Она нет, но ей дали 12 месяцев. Она встретила 12 месяцев, которые сидели вокруг костра. И что, они ей помогли? Они дали корзину подснежников. Просто вот так вот дали? Нет. Она пришла к 12 месяцам и рассказывает свою историю, что мачеха заставила найти подснежники. А вокруг-то что? Зима. Зима. Снег. Снег. Где же эти подснежники найти? 12 месяцев ее выслушали. Да? Да. И какой месяц ей помог? Апрель. Апрель. Да. Он попросил своих братьев уступить ему часок. И за это время вокруг расценили подснежники. Классно, правда? Да. Так, лепесточки наши готовы? Да. Отлично. Теперь мы их рассоединяем и будем склеивать. Берем лепесточек, хорошенько проходим все клеем и наверх наклеиваем второй лепесточек. Смотрите, как будто он обнимает его. Угу. И так? Вот так, отлично. Хорошо. И немножечко их как будто скручиваем. Ведь наш подснежник на что похож? На колокольчик. Ты сказала, Настенька, правильно. А какие у вас любимые цветочки, девчонки? У меня роза. Роза? Какого цвета? У меня ромашка. Ромашка? А почему именно ромашка? Она красивая. Летняя такая, да? Угу. А где можно встретить ромашку? У меня во дворе растут. Можно встретить в поле ромашку? Да. Угу, можно. Смотрите, что у меня получается. Похоже на подснежник? Да. Здорово, правда? А у вас получается? Да, у меня почти. Это такая кропотливая работа, потому что ватка очень хочет расслоиться, да? Да. Становится такая пышная. Понимаешь? Давай. Так, у тебя хорошо получилось. Теперь мы берем и как будто немножечко сгибаем, да? Чтобы у нас такая объемная получилась цветочка. Что делаем дальше? Теперь мы с вами вырезаем полосочки примерно по 2 сантиметра. Садим наш цветочек посерединке. Кстати, у него еще есть такие зелененькие крапинки. Где находятся они, знаете? У цветочка где зеленые крапинки находятся? На конце лепесточков. Угу. Так, соединяем. Смотрите, что у нас получилось. Похоже? Также мы можем добавить украшения, чтобы наши подснежники получились такие необычные, волшебные, да? Как сказать? Поможете мне? Да. Да. Так, берем наше украшение. И вот здесь вот у нас такая бабочка будет. Да? А бывают бабочки в начале весны? Ну, не знаю. Скажем так, не прилететь. Да? Пятно. У меня вот так получилось. Супер, отлично. Посмотрите, девчонки, какие красивые подснежники у нас получаются. Сейчас мы приклеим подснежник. Так, сюда. Кстати, девчонки, как вы думаете, занесены ли подснежники в красную книгу? Да. А вы знаете, что такое красная книга? Я, да. Что это? Что в этой книге? Туда занесены всякие вещи. Редкие. Да. Растения, да? Растения. Только растения или что-то еще? Животные. Животные всякие. Например, зубы. Так, смотрите, как красиво у нас получается. Вот так. Давай твой подснежник мы приклеим. А если наши подснежники занесены в красную книгу, можно их срывать? Нет. Почему? Потому что они исчезают через год. Если все люди будут срывать подснежники, они через год и исчезнут. Ну, они в любом случае пропадут, через год снова появятся. Но если все люди будут срывать, 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 они вовсе пропадут. Поэтому их срывать ни в коем случае нельзя. Посмотрите, ребята, какая у нас красивая весенняя подделка получилась. Вам нравится? Да. Вы знали что-то новое сегодня? Да. Что? Что подснежники срывать нельзя. А ты, Настенька, что узнала? То, что они занесены в красную книгу. Молодцы, отлично. Лунный свет крадет у тьмы гладенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успеет.